Краевой комитет по труду и занятости подписал соглашение с компанией Headhunter. Если коротко, то новые договоренности объединяют базы вакансий частного портала и государственного сайта работы в России. Какие плюсы от сотрудничества получатся искатели и работодатели, выясняла Марианна Гейт. Комитет по труду и занятости правительства Хабаровского края и одна из крупнейших российских онлайн-платформ по поиску работы и сотрудников Headhunter сегодня подписывает соглашение. Что это дает в том числе и для соискателей, а также как это технически будет выглядеть на сайте труд всем, будем узнавать. Первое, это соблюдение федерального законодательства, потому что у нас по федеральному закону о занятости все работодатели обязаны свои вакансии представлять в органы службы занятости. То есть это технически некое объединение баз данных? Совершенно верно, так если грубо выражаться, это объединение баз данных. То есть учитывая, что у нас в настоящее время сейчас порядка 20 тысяч вакансий, это вакансии органов службы занятости, то есть к этим вакансиям еще автоматически вливаются, скажем так, заливаются порядка 6500 вакансий Headhunter. Да, и примечательно, что у нас пока не единый контент, и вакансии пока отправляются вручную на труд всем. И если говорить про автоматическую настройку, когда мы уже все сделаем и проведем полноценно все интеграции, чтобы все шло автоматически, эта цифра еще больше увеличится. Второе. Данное соглашение в первую очередь направлено для удобства населения и для работодателей, потому что на том, скажем так, ресурсе, который теперь вливается в наш портал работы в России, сосредоточено на очень большое количество резюме соискателей работы, которые, может быть, работодатели раньше на нашем портале видеть просто не могли, их не было. Если говорить про то, что станет более объемным знание рынка, в одном месте появится больше информации о вакансиях со всех сторон, и от госучреждений, и от бизнеса. Поэтому в любом случае пользователям станет легче. Мне сказали, что это будет отдельная вкладка от Headhunter. Вы говорите, что нет, это будет все-таки... Нет, это будет оформлено как вкладка, но это все в рамках одного портала. А. Да, конечно, это все будет в рамках одного портала. Сейчас работодатели вынуждены руками заносить этот контент самостоятельно, не проводя его автоматически от Headhunter. Процесс обмена информацией не быстрый, есть технические нюансы, которые специалистам необходимо решить. Поэтому изменения на сайте Центра занятости труд всем работодатели и соискатели заметят ориентировочно летом. Мариана Гейт, Степан Крокус, Смотри Хабаровск.